Предыдущий топ 10 ожидаемых игр 2015 года, которые я делал примерно в это же время, собрал более 600 тысяч просмотров, обогнав по просмотрам видео топовых каналов. Но тогда, помнится, мне пришлось повозиться с подбором игр. Сейчас же десяточку собрать оказалось не так, чтобы особо сложно, поэтому, судя по всему, следующий год будет достаточно интересен. И перед тем, как начать, напомню, что топ составлен по моему личному мнению, вы же можете думать как-то иначе. Ну, поехали. На десятое место я поставил игру, которая была в прошлом топе. Нынче модно переносить релизы, но у этой игры была еще небольшая проблемка с разработчиками. Их отстранили от проекта. Хорошо это или плохо, не знаю. Возможно, издатель увидел тот ужас, который делают разработчики, понял, что это никуда не годится, перекрестился и всех разогнал. Возможно, за этим кроется какая-то другая причина. Так или иначе, выход Dead Island 2 ожидается в 2016 году, и многие, в том числе даже я, ее ждут. Мне просто понравилась та яркая демонстрация, которую вы видите на экране. Так что, надеюсь, игру таки доделают, а ее по-любому доделают. И мы увидим очередную, но вполне заслуживающую внимания игру про зомби. Двигаем дальше. На девятом месте у меня расположилась Mirrors Age 2, то есть Mirrors Age Catalyst. Игру показали на Е3, из чего стало ясно, что это идейный продолжатель первой части. То есть игра от первого лица, с крутым паркуром, крутыми драками, а также с крутой графикой и стилистикой. И все это в открытом мире. Как по мне, это что-то новое, необычное и дорогое. Такого нынче не хватает. Смотря на сегодняшний повсеместный конверт, это вообще свет в конце туннеля. Хотя, как-то слишком громко сказано, да. Ведь игра ровно так же отдает дикой казуальностью и примитивным сюжетом. Но да рано судить, я бы наверное не стал возлагать уж чересчур большие надежды на эту игру. Но как минимум, что-то интересное из этого да получится. Игра запланирована на февраль 16-го года и выйдет на все основные платформы. На восьмом месте опять игра, которая была в предыдущем топе. Division. Про нее особо многое сказать не могу, кроме того, что это кроссплатформенный шутер ММО от третьего лица. Действия которого разворачиваются в предапокалиптическом Нью-Йорке. И который отчасти напоминает Destiny. Задумка, честно говоря, достаточно интересная. И так как готовится игра и на ПК, то я наверное ее даже куплю. Но не будем загадывать, ведь достаточно принять во внимание тот факт, что игру делает Ubisoft. Ну да ладно, игра интересная, останавливаться на ней особо не станем и продолжим движение. Ах, да, игра должна выйти на PS4, ящик 1 и ПК, приблизительно в марте. Седьмое место. Battlefield 5. У нас есть два варианта развития событий. Выходит что-то интересное, технологичное и красивое, как это было с третьей частью, или серия превращается в Assassin's Creed. Я верю в DICE и наглядно по третьей батле вижу, что они могут удивлять и делать воистину хорошие игры. Судя по логике вещей, пятая батла должна сильно отличаться от четвертой. По крайней мере, намного сильнее, нежели четвертой от третьей. Она должна внести некие новшества в сетевые шутеры. Что-то наподобие джетпаков, которые колдаток активно заимствует из Type-Info. Но, ясно дело, изменения будут не столь радикальными. Что-то по мелочи, что в итоге приведет игру к геймплею, который будет совершенно по-другому ощущаться. Я надеюсь, что игра будет хоть чуть-чуть подходить под мое описание, ибо однотипность и нежелание разработчиков менять механику игр начинает сводить индустрию в уныние. Ну, что-то я сам ушел в уныние. Эти ребята знают, как правильно делать игры, так что доверимся им и будем ожидать лучшего. Игра должна выйти в ноябре 2016 года, и по слухам там будет недалекое будущее. На шестом месте у меня находится Mafia 3. Достаточно неоднозначная игра. Почему неоднозначная? Ну, потому что я люблю первую часть за сюжет, вторую за атмосферу. И до того, как нам показали третью, я надеялся, что разработчики воплотят плюсы предыдущих игр в одну. Но, как мы видим, происходит что-то странное. Мало того, что место действия теперь совершенно не похоже на Empire Bay и Lost Heaven, так и главный герой теперь Негр. Негр в новом Орлеане. Уж не знаю, как вы, но я ждал игру совершенно про другое. Также еще геймплей меня немного настораживает. Ну, не то что про стрельбу, тут как раз все вполне неплохо смотрится. Я про вождение машин. Как-то странно они ездят, как-то странно улетает камера на поворотах, как-то странно разлетаются при столкновении, будто не машины, а коробки какие-то. Но, опять же, это только ранняя версия, возможно, все еще поменяется и доведется до приемлемого вида. Я могу еще долго рассуждать про игру, например, про открытый мир, про сюжет, про различные нововведения, но это не обзор, а топ. Если вам интересно послушать про эту игру, то можете посмотреть мой 10-минутный ролик с рассуждениями. Ссылка сейчас на экране и будет в описании. Игра должна выйти в 2016 году на все основные платформы. Игра должна выйти в 2016 году на все основные платформы. У меня расположился Dishonored 2. Первая часть мне дико понравилась, я даже как-то прошел ее на хорошую концовку, не совершив убийств. У игры, конечно, были некоторые проблемы в сюжетном плане, но стоит понимать, что разработчики буквально выстроили новый мир и раскрыли его. Причем делая не RPG, а Stealth Action. Атмосфера была в игре просто великолепной. То же самое с дизайном. В кои-то веки вышло что-то необычное, привнося с собой не просто великолепную картинку, которая, кстати, ясно давала понять, что в играх главное не технологии, а умелый дизайнер, а также став примером для создания стелса. Вариантов прохождения каждого уровня бесчисленное множество, и речь не только про гигантское количество путей подхода, а также про вариативность ваших действий по отношению к цели. Многие говнят в игре паранормальные способности, в частности, читерский телепорт. Но лично я проблемы в этом не вижу, в крайнем случае, можно банально не пользоваться. Кстати, этот самый телепорт взяли на вооружение разработчики нового Деоса, о котором мы поговорим чуть позже. Единственная моя претензия, так это то, что в стелсе, к которому игра позиционировала, юзать можно было только усыпляющий дротик. И все. В то же время, если вы рашили, то способов изничтожения противника было великое множество. Надеюсь, во второй части это поправят. Спросите, на кой хрен я тут рассказываю про первую игру, а на тот, что вторая часть 100% вберет в себя все лучшее, что было в первой, и помножит это на несколько раз. Чую, это будет сильный претендент на игру года. Но в следующем году выйдут игры посильнее. Вот вышел бы Dishonored 2 в этом году, поделил бы для меня игру года с третьим Ведьмаком. Но в 16 году будут более сильные и весомые претенденты. Но да не будем забегать вперед. Игра выходит, очевидно, в 16 году на все основные платформы. Ждем. Четвертое место. The Elder Scrolls VI. Вы скажете, что я упоролся, но отнюдь. BTS до нынче анонсит игры за несколько месяцев до выхода, и вполне возможно, что так же будет с новыми свитками. Хотя в то же время слишком много громких проектов они одновременно делают. И очень сомнительно, что у них хватит сил на 3 игры за 2 года. Так что максимум, на что бы я надеялся, это трейлер. И то не факт. Но так как у нас топ ожидаемых игр, то я решил вставить сюда и эту. Ведь фанатов тут просто тьма, и львиная доля таких ждет игру в 16 году. А значит она ожидаемая и логично присутствует в топе ожидаемых игр. Если хотите узнать о игре больше, то можете посмотреть мой ролик на тему 6 части свитков. Ссылка на экране и в описании. Ну, двигаем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok И тройку лидеров открывает Uncharted 4. Это если что эксклюзив для PS4. И неудивительно, что игра на третьем месте. Эксклюзивы созданы для привлечения внимания игроков. А как его привлечь? Хорошими играми. Лучшими играми. И Naughty Dog как раз делает такие игры. Из трейлера мне понравился геймплей, в котором комбинируется стелс и экшен. И все сопровождается кинематографичными драками. Также понравилась атмосфера неких приключений, ну и картинка в целом. Не знаю, правда будет ли там 60 фпс. Думаю, вряд ли. Но так или иначе, игра будет выглядеть превосходно. И играться так же. Выйти же она должна в марте 16 года. Повторюсь, только на PS4. Субтитры создавал DimaTorzok На второе место я поставил Quantum Break. Remedy продолжают обыгрывать замедление времени, и выглядит это, честно говоря, впечатляюще. Все стильно, кинематографично, красиво и хорошо поставлено. И неудивительно, это единственный, по моему мнению, годный эксклюзивный ящик. Microsoft вылежит его до блеска. Улавливаете суть-то? Игру делает легендарная студия, у которой есть неисчерпаемые ресурсы в виде Microsoft. Тут не стоит волноваться ни за картинку, ни за сюжет. Я на 90% уверен, что это будет активный претендент на игру года. Единственный вопрос заключается в железе Xbox, но думаю, это не наши проблемы, и вспоминать о них с горем не нам. Но продолжу мысль. Само время не только использует в своих геймплейных целях игрок, но и весь сюжет вертится вокруг него. А значит появляются различные интересные моменты, с ним связанные. Например, те, которые вы видите сейчас на экране. Короче, я верю в эту игру. Выйдет ли она на ПК? Думаю, 30 на 70. Все-таки Xbox'у нужны эксклюзивы, но чем черт не шутит, как говорится. Выйдет же шедевр в апреле, эксклюзивно на Xbox One. Субтитры делал DimaTorzok И первое место в моем списке самых ожидаемых игр занимает Deus Ex Mankind Divided. Human Revolution оказалась великолепной игрой с прекрасным сеттингом, хорошим вариативным стелсом и, что самое главное, отличным сюжетом про будущее, который как минимум был на уровне оригинала. Что ждать от новой игры? Все ждут лучшего, но не стоит забывать второй Deus, о котором по сути-то никто и не помнит. Очень надеюсь, что легендарные игры этой серии не выходят в шахматном порядке. Но давайте говорить о хорошем. Тем более за плохую игру можно вполне счесть Deus Ex The Fall. Игра затрагивает достаточное количество в перспективе актуальных проблем, некоторые из которых всплывают уже сейчас. Мне кажется, как бы это громко не звучало, игру вполне можно назвать пророческой. Она явно показывает вполне реальные проблемы будущего, что в принципе неудивительно. Разработчики достаточно ответственно подошли к процессу и даже консультировались у различных компаний, занимающихся киберпротезированием. Вот какими должны быть игры про будущее. Поднимать потенциально острые проблемы, рассуждать на темы того, к чему может прийти модернизация человеческого организма. Но опять же, такие игры всегда были и будут редкостью, ибо выгоднее клепать всякую шаблонную ересь. Для меня это на самом деле самая ожидаемая игра. Не терпится уже прямо окунуться в этот мир. Но да мы не поговорили про геймплей. Итак, предыдущая часть была хороша стелсом, но стрелялка из нее была так себе. Сейчас же этот момент прокачали, стрелять стало явно приятнее. Также в игре теперь есть различные интересные фичи, по примеру телепорта из Дизонорда и максимум защиты из Крайзиса. Ну, понятное дело, анимация и графика в целом тоже стало лучше. Единственная, так сказать, проблема, это оставшийся стиль из предыдущей игры. Хотелось бы чего-то нового, но имеем то, что имеем. Во всяком случае, это никак не отменяет шедевральность игры. Выйдет же она в 16-м году на PS4, Xbox One и PC. Также упомяну игры, не вошедшие в топ, но достойные упоминания как минимум. Это Last Guardian и XCOM 2. Возможно, я что-то упустил. Возможно, то, что вы можете посчитать за мое упущение, мне еще неизвестно. Я намекаю на то, что перед тем, как писать, взгляните на дату выхода видео. Ну, спасибо за просмотр, лайкайте, если вам понравилось видео. И если не подписаны, то подписывайтесь. Играйте в хорошие игры и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok